Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Хочу выйти замуж, создать семью, но не нашелся для меня человек давно одиноко. Активно искала в институте до 29 лет, полжизни на поиск вычисли результатов, поисков нет на сегодняшний день. Как 30 лет исполнилось, так не хочется уже искать и просить знакомых помочь, по нескольким причинам. Устала искать, столько времени в пустую ушло, не хочется выглядеть как помещенное на поисках парня, как неудачница, которая не может парня найти. Как поступить в таком случае? Обычное знакомство и завязывание отношений как-то само собой получается, знакомишься, общаешься. Здесь сразу хочется, наверное, на несколько таких вот достаточно важных моментов вам указать. Первое, это то, что вы через шюр циклетесь на поиски мужа и создание семьи. То есть, судя по всему, ну, судя по тому, что вы пишете, это было вашей, как бы, целью, это целью вашей, ну, стало и было давно достаточно. Вот, и, соответственно, вы, вероятно, считаете, что это самое главное в жизни. И момент здесь в том, что, щипяя так, вы себя, к сожалению, игнорируете. Вот, вы себя таким образом как-то вот обесцениваете, вы таким образом сводите свою ценность, сводите свою суть только к созданию семьи. И через шюр циклет на этом, вы, естественно, не можете быть естественной, вы, естественно, не можете быть самой собой. И вы, естественно, выстраиваете отношения с мужчинами вот в несколько таком, можно сказать, нездоровом ключе. То есть, это логично следствие вашей обрели поведения. Что здесь нужно, в первую очередь, предпринять? Во-первых, увидеть свою ценность помимо создания семьи. Видеть себя не только как жену, но и как личность, как человека. Вот, это сделать очень важно, необходимо. Понять, что для вас семья, то есть, ну, какое значение для вас имеет семья, конкретно, какое значение для вас имеет семья. Чего вы хотите от семьи, что вы вкладываете в семью, то есть, ну, какие... Какие желания, какие потребности вы пытаетесь реализовать через семью. Потому что потребностей этих быть не должно. По крайней мере, они не должны, не должны вами рулить. А если вы хотите в семье найти защиту, если вы хотите в семье найти определённость, если вы хотите получить... Ну, вот, скажем, там, не знаю, какое-то подтверждение тому, что вы... Ну, ценных, того, что вы важны, например, того, что вы полноценны, то нет. Семья однозначена не для этого. Семья однозначена не для этого, семья совершенная, точно. Не для этого, и... Вот. В какой-то степени, по этой причине, у вас не получается её создать. И с мужчинами выстроить отношения не получается. По этой причине. По причине того, что вы, вот, пытаетесь что-то своё компенсировать. То есть, сейчас вы циготетесь к тому, чтобы за счёт семьи, за счёт мужа, может быть, своего, вот, потенциального. А, вот, компенсировать то, что вы хотите, компенсировать то, что вам нужно. Вот. Ну, правда, заключается в том, что это не получится, что это сделать не получится. Вот. Поэтому нужно менять, в данном случае, модель вашего поведения. Поведенческую модель. Вот. Необходимо менять политическую модель. Отношение к себе, отношение к мужчинам. Вот. Раскрывать вашу женскую модель поведения и двигаться, двигаться вот в этом направлении. Да. И следующее. Вот вы говорите, что общение у вас получается само собой. Я думаю, это, ну, не очень хорошая история, потому что общение само собой – это общение, в котором вы не участвует. Вот. Вот. Вы отвечаете за то, каким будет ваше общение с, ну, с мужчиной. Вы отвечаете за это. Вы отвечаете за то, как, ну, общение будет развиваться. Вот. То есть очень важно понимать, что вы за это отвечаете. И если мы говорим как раз вот о том, что вы за это отвечаете, да, то важно удерживать в своем сознании, в своем внимании. Вот. Важно удерживать то, как общение выстраивается, куда оно движется. Вот. Вот. А общение может выстраиваться и двигаться по пути ваших интересов. То есть это не та история, где все происходит само собой и все происходит, ну, и все к чему-то в итоге приходит. Нет. Нет. Вот. Поэтому вам не хватает, эээ, внимательности, эээ, к себе. Эээ, ну, я, я бы, я бы сказал. И это вот очень важный момент, на который вам нужно обратить внимание. Да, конечно, есть вопросы к вам относительно того, например, хотите ли вы реально что-то изменить, или вы ищите, эээ, ну, сейчас, эээ, для себя вот просто возможность, эээ, ну, как бы получить то, что вы хотите. Вот. То есть не совсем понятно, с какой целью вы обращаетесь к нам на сайт. И к нам с вопросом. Да. Ну, если вы хотите, чтобы мы помогли вам найти мужчину, то нет. Вот. А еще важная проблема заключается в том, что вы видите отношения и в целом, ну, вот, скажем так, некоторое время, времяпровождение, да, с человеком. Вы видите, как, эээ, я бы сказал, инвестицию. То есть, эээ, ну, вот, пустую трату времени, как вы говорите. На мой взгляд, это не очень хорошая история, потому что отношения в таком случае теряют искренность, отношения в таком случае всегда имеют некую такую вот принудительность, ну, да, просто чувствуется некоторая такая вот принудительность, да, чувствуется некоторое давление, вот. И, соответственно, люди не могут быть собой. То есть, вы хотите здесь определенность, вы хотите контролировать. Эээ, ситуация, как мне кажется, вот, что вам тоже очень сильно мешает. Вот. Поэтому отношения нужно учиться выстраивать не с позиции, вот, будет это впустую потрачено время или нет. Потому что наверняка этого никогда мы не знаем и не узнаем. Пока не попробуем. Вот. Понимаете, да? Я, эээ, вот, что я, эээ, в данном случае пытаюсь, эээ, пытаюсь, эээ, пытаюсь, эээ, сказать. Эээ, вот, пожалуй, эээ, такой ответ могу вам дать. С чем? С чем? Эээ. Чаще всего, пока и повышаем, связан, да, с низкой самооценкой, очень часто. Эээ, вот, эээ, связано, эээ, со страхами. Ну, вот. То есть, у человека есть страхи, у вас есть страхи. Эээ, ну, какие там, например, страха со стороны, страх. А, эээ, страх быть хуже всех. Вот. То есть, ну, такая история получается. И, соответственно, это все, вот, эээ, вас, эээ, двигает, вот, в сторону, в сторону того, чтобы пытаться это компенсировать. Вот. При этом, эээ, ну, вы не, эээ, отдаёте себе отчёт в том, что проблема это ваша, и что, эээ, как бы, ну, другой человек, вот, ээээ, ее не решат. Вот. То есть, эээ, ну, не получится решать вам эту проблему. Всё раз, вот. А, эээ, ну, через человека. Вот. Поэтому-у, тут тоже вы идете, к сожалению, эээ, по-о-о-о, тупиковым-тупиковому пути. Вот. Вот. Вот, вот, пожалуй, ээээм, такой ответ я мог бы вам сейчас предложить. с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии и с точки зрения своего подхода и своих взглядов. Я бы сказал, что ключевая проблема в том, что вы чересчур фиксируетесь на семье, при этом вообще игнорируете себя, игнорируете свои интересы, свои какие-то, ну, паттерны для реализации и так далее, а все это, в принципе, довольно хорошо чувствуется, все это довольно хорошо ощущается и люди вам это как раз таки озеркаливают. На этом все, я надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой, желаю вам всего самого доброго и удачи.